Всем тихой ночи! SCP-1461, или Дом червя, это одна из самых страшных и глубоких историй на всем сайте фонда SCP, при этом еще и одна из самых неоднозначных, потому что автор оставил максимально широкое поле для разнообразных теорий. Но самое интересное в тексте объекта Дома червя, это даже не то, что и как автор в нем написал, а то, на чем он основал свою историю. Дело в том, что Дом червя в реальности известен как Дом священника Борли. Это самый каноничный дом с паранормальными явлениями из всех. Большинство других историй о домах с полтергейстом или привидениями лишь копируют различные элементы его истории. Изначально в этом месте стоял Дом священника, но в 1841 году в нем случился пожар, который уничтожил жилище полностью. На его месте был построен особняк, тот самый фотография которого используется в объекте SCP, и тот же самый, который впоследствии станет одним из самых известных проклятых домов. Сразу после постройки вокруг дома начали ходить истории о призраке-монашке. Таких сообщений было довольно много, ведь у местных жителей была в ходу легенда, что в стену ближайшего монастыря при строительстве была вмурована монахиня, дух которой не может найти покой. Существовала еще одна распространенная байка. Это то, что к дому ночами приезжает призрачная карета, которую ведет безголовый кучер. Поначалу это были просто истории, которые местные жители рассказывали друг другу, но в 1927 году очередная семья, заехавшая в дом, заявила, что нашла женский череп в шкафу. После чего по их дому начал ходить призрак, а ночами к дому временами подъезжала неизвестная карета и останавливалась, как будто ожидая своего пассажира. Со своей находкой и пересказом местного фольклора, владельцы дома пошли в газету Daily Mirror, которая отправила журналиста, в итоге написавшего целую серию статьи о доме, и также и о призраках, появлявшихся вокруг него. Журналиста звали Виси Уолл, и в двух первых своих статьях он писал, что призрака и карета он не встретил, но вот свет в особняке ведет себя как-то странно, и в этом определенно что-то есть. Увидев статью Уолла в газете, в особняк приехал известный исследователь паранормального Герри Прайс, у которого, кстати, была репутация скептика и критика сообщения о паранормальном. Прайс, видимо, показал Уоллу, как правильно видеть призраков, и уже в третьей статье этого журнала было написано, что они вдвоем, Уолл с Прайсом в смысле, провели ночь в особняке и стали свидетелями появления привидения, причем видели его своими глазами. А еще призрак бросил в них подсвечник, открывал и закрывал двери и звонил в колокольчики. То есть популярность ролика в духе «Провел ночь в доме с призраками» можно даже не удивляться. Такой контент всегда был в ходу. Прайс, унюхавший запах хайпа, показывал, как надо делать такой контент еще долго, и даже написал целую книгу о призраках особняка. В 1938 году здание купил капитан Грексон, и уже через год особняк пропал. Прямо как в объекте, правда он не совсем пропал, он сгорел в сильном пожаре, который не так уж много оставил от здания. Этому предшествовало одно пугающее мистическое событие. Грексон застраховал дом на крупную сумму на случай пожара, а страховой компании сказал, что это все привидения виноваты, и даже сослался на газетные статьи про них. Так или иначе, очень похоже, что история CP-1461 отдаленно основана именно на этом эпизоде. После пожара исследованием здания занялась организация SPR, или Общество психических исследований. Фонд SPR издал целую книгу на тему загадочного особняка, в которой доказывает, что все паранормальные явления, которые видели люди, входившие в дом, подстраивал сам Прайс. В частности, там утверждается, что Прайс перед демонстрацией дома набивал свою одежду камнями, и когда гости, которых он приглашал, ходили по дому, он разбрасывал эти камни так, чтобы имитировать деятельность призраков. Разбивал стекла, сбивал этими камнями разные предметы, в общем, весело проводил время. В итоге фонд SPR провел успешную дезинформационную кампанию, больше в призраков не верил никто. Однажды разведывательная МОК-фонда отправилась проверить сообщение о том, что в определенном месте проводятся тайные ритуалы, результатом которых становится различная аномальная активность. На месте МОК обнаружило более 500 человек в капюшонах, которые собрались вокруг алтаря. Из толпы вышел мужчина. Он был опознан как один из американских президентов, а именно Ричард Никсон. Вокруг него стояли различные знаменитости и богатые люди. Все они ждали начала ритуала. Ритуал этот заключался в том, что президента раздели и нанесли ему несколько ран ритуальным кинжалом, и закопали в яме, а над ним разожгли огонь. Было подожжено огромное чучело, которое быстро разгорелось, и горело ярким инфернальным пламенем. После того, как пламя погасло, из земли вылезло два человека, и оба из них были Ричардом Никсоном. После этого оригинальный попытался зарезать свою копию, но МОК-фонда решили захватить эту копию для исследования. Ведь кто знает, какие у нее могли быть аномальные свойства. Потому увезли ее на одну из баз-фонда, где она получила номер SCP-2736. В этом объекте интересно то, что дело происходит в Богемской роще. Упоминается, что на этой территории действует некий клуб, состоящий из представителей мировой элиты. Звучит достаточно нереалистично, как будто какая-то конспирологическая теория. Но дело в том, что Богемский клуб действительно существует. Он был основан в конце 19 века, как место встречи журналистов и именитых художников. Со временем это место стали посещать бизнесмены и политики. К середине 20 века Богемский клуб стал настолько популярным местом сбора всевозможной элиты, что в него уже входило множество владельцев крупнейших компаний, банков и даже несколько президентов США, да и некоторых других руководителей стран мира. И самое классное, что история, что на этих собраниях проводится ритуал, состоящий из сажения чучела, который упоминается в SCP-2736, была в реальности изначально рассказана известным конспирологом Алексом Джонсом, который утверждает, что установил в Богемской роще скрытые камеры, записавшие такой ритуал. При этом в объекте сюжет построен на том, что МОК Фонду установили скрытые камеры, которые его и сняли. То есть выходит, что Алекс Джонс – это один из агентов Фонда SCP из Объекта 2736. Сложно сказать, правдива ли эта история или нет, да и Объект SCP-2736 сам по себе практически неизвестен. Зато мы снова имеем подтверждение, что тексты по SCP нередко говорят нам о чем-то далеко выходящем за границей вымышленной вселенной. Одно из первых видео на этом канале, а если точнее, второе, было про SCP-1498 – телефонных овец. Этот объект появился у Фонда, когда агенты посетили заброшенное здание и обнаружили в нем спальный мешок, различную старую технику и, конечно же, стоявших посреди этого беспорядка овец. Животные оказались не совсем обычными, ведь вместо голов у них были старые серые телефонные аппараты, в которых еще номер набирается поворотом диска. Лапами служили телефонные трубки, а тела их были покрыты витыми проводами, вместо кучерявой шерсти. Как выяснилось, объект этот был создан коллективом Анир – организацией в мире SCP, которая находилась в мире снов. Если снять трубку с головы этого животного и попытаться по ней заговорить, на другом конце будет слышно оператора, которому можно рассказать о том, какой сон вы желаете увидеть. Если после этого лечь спать, то снится будет именно такой сон, как и описан. Вроде бы неплохая вещь, но если слишком часто ей пользоваться, можно начать самому превращаться в подобие такой овцы. Сейчас на самом сайте SCP объект проиллюстрирован явно фотошопной картинкой, где к обычной овце приделан телефон. Но раньше в базе данных фонда красовалась именно фотография. Полноценная фотография писаного существа. То есть выходит, такой объект может существовать в реальности. А оказывается, вполне себе может. Его создал некий Жан-Люк Карнек. Однажды Люк взглянул на телефон и понял, что трубка старого телефона похожа на лапу овцы, а витые провода, конечно же, на шерсть. Тогда художник начал накручивать виток с завитком на металлический каркас, пока у него не получилось кудрявое животное. Еще несколько месяцев работы, и вот перед художником стояло целое стадо. Затем автор решил добавить жизни в получившуюся фигуру. И сделал так, что некоторые из телефонов начали звонить. Причем звон был замедлен таким образом, что отдаленно напоминал блеяние. Звук получился настолько странным, что находиться среди этих овец было странно и чудно. У человека, который стоял посреди стада, появлялось ощущение нереальности происходящего. Тогда автор понял, что создал нечто более сложное, чем забавную форму. Однако конкретные идеи долго не посещали его. В 96-м году была создана овечка Доли, известная клонированная овца. И тогда Люк решил, что его овцы это так же как бы клоны реальных, только из телефонных проводов. Эту мысль он развил дальше, вспомнив известный роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Одно из главных произведений в жанре киберпанка. Кстати, в последних изданиях романа действие происходит в 2021 году. Так что мы уже живем в киберпанке. И похоже, что в каком-то забагованном. Как раз, наверное, в том, что сделал CD Projekt Red. В сюжете книги был такой момент, что большинство животных вымерли, и держать какое-то животное стало показателем статуса. Некоторые небогатые люди заводили искусственных животных. Например, электроовец. То есть, телефонные овцы Люка – это вроде как те электроовцы из романа, о которых мечтали андроиды. Но тут я, честно говоря, потерял мысль автора. Тем более, что в итоге он делает такой вывод, что его телефонное стадо должно привлекать людей к вымиранию разных видов животных. Так или иначе, связи у реальных телефонных овец с объектом SCP не так уж и много. Но, возможно, в мире SCP коллектив Анир смог открыть новые их свойства, соединив их телефонные трубки со своими сновиденными сущностями. Это были еще три объекта SCP, которым нашлось место в реальной жизни. А возможность встретить тот или иной объект SCP вживую – это еще один повод внимательно изучать эту вселенную. Всем пока!